Ну шо, ютуберы, друзьяки, давно у нас не было нарезки сала, мясо, давно вам не показывал, потому что время все не было не как. Сейчас трошки появилось, думаю покажу. Вышли рано утром, на улице жарища, духотища, а тут ну просто красота, прохладно, даже трошки так аж и холодно. Начинаем. Убрали мы, ну это кому интересно, как заходишь в сарай, друга клетка, их там оставалось от 3, одного убрали, осталось 2. С первой клетки мы пиратика убрали, там тоже осталось двое, было четверо, одного убрали, потом пиратика, и так, короче, разрушаем клетки. Хороший так, и это свинку мы убрали, неважно, ну я бачу по шийкам, бачу по заткам, по мякоти, так как, ну 180-190, десь так, да? Ну что, начинаем, давайте так, по ценам, по ценам у нас трошки все подпрыгнуло, щось осталось на месте, щось подорожало. Все перечислять не буду, сейчас весь список точно не писал, напишу, в следующий раз буду робить, напишу весь список, напишу цены каждого на именование, ну цены у нас поднялись уже, не знаю, наверное, месяц, чи больше назад. Чи режем мы? Режем мы, режем, наверное, каждую неделю, может даже чаще. Ну у нас немає, вот именно сегодня, там, такий день, пятница, мы режем, мы режем, заказы собрались на одну тушку, убрали, заказы собрались, убрали, а так мы робим. Че отправляем? Отправляем. Наши, кто брал уже и неоднократно, сами звонят, там, состыковываются, звико договариваются, вона их записывали, отправляем. Отправляем все дохода хорошо, проблем с этим еще ничего не было. Ну, конечно, сильно жара, как бы, нежелательно там мясо. Сало такое все улетает, а мясо нежелательно. Сейчас покажу вам сало со спины. Я уже тут начал потихоньку. Дивите, яка шкурка. Шкурочка яка. Все свиже, еще горячее. Я тоже попробую, ради интереса. Зава. Шкурочку попробуй. Без комментариев. Комментируй. Не. Комментарии тут слышно. Вы меня не поймете, я вас не пойму. Это просто. Кто ж это роботики шедевры? Так, наверное, давай я это уберу, да? А новый ящик. Возьму. Там кто-то спрашивал, кто вам риже. Никто нам не риже, мы сами. Виходим утром, сами. Забалабецили. Сами. Обпалили. Сами разобрали. Все, короче, сами. Я не скажу, я сам. Постоянно вика у меня на подхвате. Она постоянно мне помогает. Вот слово постоянно. Везде помогает. Эти кусочки какие-то. Обрезки. Поэтому я, как бы, сказать, что я сам, то так не скажешь. Хорошо, соломкой обдали, конечно, я трошки по-другому начал сейчас. Поменялась у меня моя стратегия обдавания соломой. Трошки усовершенствовала. Получается, самого, скажу так честно, теканикому не кажите. Ще вкуснейше. Ну и рука ж набивается. Представьте, сколько убираешь, убираешь. Рука набивается постоянно. Ножик мой старый. Сюда. Сюда. Да. Ножи усі есть. Продачи так и есть. Просто я за них рідко кажу. Кто и так много знает, кому надо, сам позвонил. Ему отправили все наименования, весь список, все ціни, все. Он подивился, выбрал. Мне первый, второй, пятый. И все. Отправили по новой почте. Он забрал, подивился, рассчитался на почте. Ножи все есть. Кому надо. Номер телефона. Кто не знает, заглянуть под видео. 095-89-210-38. Виктория. Вика сейчас на той стороне съемки. Вона оператор. И вона прийме ваш звонок. Все вам посоветую. Підскаже, расскаже. И отправа. И зроби вам отправку. Ножи, ручные топорики, ну, как их, тяпки, ну, кто как называет. Я называю топорик самурая. Скоро будут сокиры для мяса. Вони уже есть, их просто надо доробить. Будут сокиры для мяса, дуже непрості. Такие будут жесткие, хорошие. Это отдельный проект. Все сделали. Там уже все по-другому. Такого вы еще не видели. Я скажу так. Вот такого топора, который будет, вы еще не видели. Его нет ни в какой стране. Он единственный на весь зимний шар. И будет ставиться на серийное производство. Ну, то уже совсем другая история, как говорится. Так что так. Ну, жесткие. Кому там надо, собирайте грошей. Да, там и грошей небагато. Ну, собирайте, что как выйдет, сразу, чтобы заказала. Это кому надо. Ну, а теперь тяжелая артиллерия. Петчеревок. Обрез. Ах, 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 ах. Ну, а потом, сейчас пойдут топоры для мяса, а потом пойдут уже меньше. И также есть сокира колун. Ну, оно получается и между сокиром, и между колуном. Для дома, для рубки дров, для такого всего. Их, они тоже есть. Тоже надо вам показать. Просто время не маю этим заняться. А так все есть. Это ж трошка освободюсь по цим сараям, по стройкам, по всем. Потом перейду в свою мастерскую. Оттуда пшеницу вытер. И там буду заниматься уже своим. Те, что мне нравится. Ну, как типа, знаете, как душу отводят. Так, а как будем, а так, через кручайник, как всегда. Кручайник, да. Я уже... О, вот ух, станька такая вечеринка. Опа, вот так. Еще все, жилки еще не повстивали. Койде. Ну, сейчас оно остыне, нарежем. Оно так быстрее просто остывали. Вообще правильно, ну, я уже это сказал, что правильно сначала воно дать ему остыть. А тогда уже начинать заниматься. А так, конечно, вот так вот. О, давай. Вообще. Это мясо. Вот это кому на копчение. Картина печереваной. Убираем. Берем другу. Вот так. Сразу порядка наводим тут. Вот так. Опа. Обрезки. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И погнали дальше. Опа. Ось, красивый який. Сразу видно. Опа. Еще один. Опа. Сейчас сразу витрати. Дима. Дима тряпочка, димася. Дима тряпочка. Самый дорогой нож для мяса, ну скажем, вот такие типа, 780, самый дешевый 120, а вы уже сами там выберите, какие вам надо, и все, пожалуйста. О, все, друзья, тяжелая артиллерия. Все, друзья, тяжелая артиллерия. Я люблю и подчеревок, и также обычные белые, там, бока, спина. Ну, сейчас что-то две, попробуем, что-то всякий есть, такий. Дома на обед возьму сразу, и рано, ну, заранее. Вы скажете, ты нарезал и не пробовал. Ой, вот такий. Соль возьму. Надо сейчас все будет прицелить. А так. И пробуем. Ах. Чувствуется и совова. Чувствуется, что хорошо в печене нового. Чувствуется, что пропарено. Добавляем. Это очень вкусно. Есть и все, что-то, что-то я делаю. Я знаю, как я делаю. Очень вкусно. Это, конечно, с хлебом. Так что, на меня не дивиться. Я уже на обед нарежу и наимся, а так как мы, допустим, убираем кабася, я кусочек беру и дома нарежу, посолил и свеже. Мне очень нравится. Вот так получается и все сделали, все разобрали и все. Два шейка, две отбивнушки, две лопатки мякоть, два зазка мякоть, четыре галяшки, четыре ножки, грудинка, две маленькие вырезки резника. Печеревок, сало біли, сало спина, сало бік. Ножи у нас все бразильские, они не нуждаются в рекламе, в объяснениях, в рассказах, много людей и так все знают. Кто брал, то и бараще, и кто взял еще, советую своим знакомым, и так оно, как бы, там кто-то подумает, а так и рекламу сделана, и собереднее. Люди сами друг другу рассказывают и все. Ну, если бы оно не было там, что чем больше рекламы, тем больше бороть, я бы ножи снимал чуть ли не там каждую неделю. А так, когда я их последний раз за ножи, говорю, месяцев два назад, четыре, дай. Ну, десь так. Ну, то есть, я дуже редко, и так люди знают друг другу, кажут, ну, как сарафанное радио, ну, что тут объяснять. Ну, вот такие, друзья, у нас дела. Всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего и всем пока.